Дорогие братцы и сестрички, приветствую вас на портале exeged.ru Отвечаю на ваши вопросы Почему священники ездят на машинах, которые круче, чем в правительстве Москвы? Слава Богу, я не знаю, какие машины, конечно, в правительстве Москвы Но, в принципе, понимаю, что речь идет о машинах, которые стоят много миллионов рублей Я не знаю, кстати, почему конкретно священники ездят на дорогих машинах Которые стоят, правда, там очень много денег Это нужно спрашивать у них Но с чем я не соглашусь, это с тем, что вы пишете, почему священники Вы не пишете, почему единицы из священнослужителей так делают А вы пишете сразу про всех священников В нашей стране десятки тысяч священнослужителей Поездите по стране, посмотрите, как живут батюшки Как они выживают И на каких машинах они ездят Ну, просто, чтобы вам не лжесвидетельствовать Потому что и правда встречаются в церкви люди, которые сребролюбивы Вот как пишет евангелист Лука Смотрите, берегитесь любостяжания Так как жизнь человека не зависит от изобилия его имения Вот это касается и в том числе духовенства У нас как апостол Иуда был искариот, предатель Христа И он был сребролюбивый и предал Господа А потом еще и жизнь самоубийством закончила Также, к сожалению, среди духовенства За историю многовековую мы встречали много случаев Когда священники были очень сребролюбивы И предавали свое служение церковное Начинают только заботиться о своем животе То есть о своей временной жизни Такое было, и отрицать это нелепо Это правда и есть И сегодня тоже такое встречается Но все-таки я бы сказал, что это все-таки исключение из правил Несмотря на то, что сребролюбие есть вообще у всех людей Но все-таки, исходя из своего даже личного опыта общения с священнослужителями А я много поездил по стране Большинство нашего духовенства Это искренние пастыри Которые жертвенно служат Которые не имеют особо большого достатка, дохода У них нет никаких дач, яхт Нету каких-то дорогих машин Зачастую они живут именно за счет какого-то не церковного труда еще Подрабатывая, потому что за счет церковной деятельности Жить просто не могут Как вы думаете, если в храм сельский ходит 20 бабушек Какой будет доход у храма? Хочу, кстати, также заметить Потому что это касается дохода храма Ведь у нас раз священники ездят на машинах, как некоторые считают дорогие На дорогих машинах, значит получается доход храма очень большой Есть такой миф, что церковь существует за счет государства Это миф Церковь не получает никаких зарплат от светского правительства То есть священник не имеет зарплаты от государства Он не на бюджете Тот, кто об этом говорит, он просто не знает действительности Священник питается за счет собственного прихода Вот и ответьте мне, откуда у священника в храм, которого ходят, ну, может быть, там 20 бабушек Пусть даже 100 человек Это уже считается довольно большой приход Откуда у него будут деньги, чтобы купить себе машину во много миллионов рублей? В редких случаях бывает какой-нибудь благотворитель, который, правда, может священнику подарить какую-то машину Там дальше ездить на ней, не ездить, это, ну, так скажем, уже вопрос к самому священнику Нужному это или не нужно Но хочу заметить, что 99% духовенства даже и в глаза никогда не видели Никогда не сидели в тех машинах, о которых вы говорите Ну, и по скриптам Есть такой фильм «Остров» Там герой, по-моему, отец Анатолий его зовут Он спрашивает у своего друга За что Каин Авеля убил? Намек был на то, что Каин убил Авеля из зависти Иногда люди, увидев у кого-то дорогую машину, просто начинают завидовать Так что, если вдруг вы когда-то увидите священника на дорогой машине То не завидуйте, помолитесь просто за него Чтобы у него в жизни все было хорошо Далеко не всегда это свидетельство того, что человек сребролюбивый Есть машина и есть В конце концов, бывают и нищие сребролюбивые Главное, чтобы мы не были сребролюбивыми Потому что каждый будет отвечать перед Богом за себя лично Никто из нас не будет отвечать за какого-то его батюшку У которого машина круче, чем машина у тех, кто работает в правительстве Москвы Помоги Господи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok